Добрый вечер. Историю вам расскажу. Один очень богатый американец, очень богатый, очень, всю свою жизнь собирал деньги, скалывал с утра до ночи, потому что в детстве пережил такие трудности, такие финансовые проблемы, так жестоко нищенствовал, страдал от бедности и мучился, что поклялся, что он вырвется из тисков нищеты и будет богатым. И действительно он добился успеха. Он занимался продажами, в общем, мультимиллионер, мультимиллионер, богатый человек, сделал карьеру, бизнес, деньги, все успешно. И проблема. Заболел. Рак. Да так, что врачи говорят, осталось тебе совсем мало. Это был, конечно, удар ниже пояса. Столько работать. Он и не заметил, как он разбогател, и не заметил, как жизнь подошла к концу. Он долго обдумывал свое положение, незавидное, и принял экстраординарное решение. Он решил раздать свои деньги тем, кто в них нуждается. А он знал, что нуждается в деньгах, огромное количество людей. Все. И он думал, раз уж мне суждено уйти раньше времени, то я раздам хоть деньги людям, помогу. Не зря же я зарабатываю. И он взял 70 миллионов, которые решил раздать, и погнал по стране. Два месяца он добивался поставленной цели, раздать эти 70 миллионов, и цели своей не достиг. Он сумел раздать только 14 миллионов. 14 из 70. За это время он многократно был бит, заплеван, обруган, оскорблен. Его всячески обзывали, издевались над ним. И самое страшное, отказывались брать у него деньги. Это привело его в такое состояние шока. Он был в таком потрясении. Он пережил такой удар. Ему открылась такая истина, о которой он даже не предполагал. Он даже не мог себе представить, что такое огромное количество людей отказывается взять деньги. Может быть, они нуждаются, но они не хотят. Он убеждал, уговаривал, и доказывал, что он безвозмездной и без всякой задней мысли хочет поделиться деньгами. Нет. Большинство людей, или очень многие люди, не захотели брать у него деньги. Его даже били, как я сказал. Забирали в полицию по жалобам тех, кому он хотел помочь. И вот эти два месяца, это были самые, может быть, сильные с точки зрения переживаний месяца его жизни. Они настолько его потрясли, настолько он был сконцентрирован на цели своей раздать деньги, и настолько у него ничего не получалось, что он совершенно опустошенный, потрясенный, вывернутый, наизнанку, выжатый, как лимон, возвратился домой. И когда врачи его осмотрели, то они сделали заключение, что он абсолютно здоров. Вот это потрясение, вот этот шок исцелили его. Для него эти два месяца были самыми главными в жизни. Он понял, что таких, как он, очень мало людей, что абсолютное большинство людей не хотят иметь деньги, даже тогда, когда им дают. Это звучит, конечно, дико, это звучит парадоксально, это звучит ненормально, нереально, но это именно так он для себя сделал такое открытие.